Жители Санкт-Петербурга не пускают на выборы муниципальной кампании. То есть на муниципальной кампании творится такой же трэж беспредел. Там кандидаты просто с боем регистрировались на этих выборах. Там члену избиркома ломали ногу, потому что перепутали его с кандидатом. Там просто был конечно беспредел. И сейчас нам пытается рассказать, что оппозиция требует комфортных условий, но мы требуем просто обеспечения законности и наших конституционных прав. И мы будем требовать их дальше, мы не сдадимся. Я вижу, что столько людей пришли сегодня, которые говорят, что они не сдадутся, они будут требовать дальше своего политического постояльца на выборах. Они не хотят выходить в выходной день на какие-то акции протеста, они хотят голосовать за своего кандидата в бюллетене. Но совяне не позволяют им это делать. И поэтому люди уже выходят на улицу. Самая власть толкает людей на улицы. И они выходят, потому что невозможно добиться справедливости в судах. Потому что невозможно добиться справедливости в избиркомах. Потому что они не могут добиться своего политического представительства на выборах городского парламента. И они выходят на улицу и не боятся ли будут это делать дальше. Поэтому я за мирный регулярный протест. Я за стратегию умного голосования, которая покажет, что не удастся власти протащить единую Россию на этих выборах. А то, что москвичи будут голосовать протестно. И стратегия умного голосования на самом деле та же форма протеста. Когда люди говорят, что наши политические представители не допускают, так мы все равно будем голосовать за самого сильного кандидата, чтобы победить единую Россию на этих выборах. Чтобы в городском парламенте единородцев не было. Или было просто по минимуму. Потому что сейчас они занимают на большинство мест. Как и вообще во всей стране. Они занимают большинство мест во всех региональных парламентах нашей страны. Они занимают большинство мест в Государственной Думе. Но даже по провластному опросу в ЦИОМа, даже по нему, у Диной России нету большинства. Так какого хрена она занимает эти большинства мест? Она не работает в интересах людей. Она работает в своих коррупционных интересах. В интересах удержания власти любой ценой. Но это уже не так. Люди уже поменялись. Они хотят, чтобы в городских парламентах, в Государственной Думе сидели их политические представители. Носили законопроекты от их имени. Чтобы работали в их интересах. Почему это не происходит? На это ответ нам власть не дает. И поэтому люди выходят на улицу. Как думаешь, почему полиция пока действует так мягко? Обычно в такое время уже начинают задерживать людей. Тут шествие беспрепятственно начало. Видишь, какая у тебя логика изменена. А почему мы должны бояться полиции? Почему вообще полиция должна зайти? Спасибо вам за поддержку. Почему вы должны бояться выходить на улицу? Почему вы должны бояться выражать свое мнение? Еще мы уже знаем заранее, что в судах не может добиться справедливости. Это искаженная логика, которая долгое время нам просто постоянно прививает власть. И говорит о том, что справедливости никогда не добьетесь. Вы должны бояться. Сидеть дома. На выборы никуда не ходить. За своих политических представителей. Права там на свои не отстаивать. И вообще испугаться. Поэтому сейчас люди показывают, что они не боятся. Они москвичи. И они имеют право на мирное шествие. Этот маршрут, по которому мы сейчас идем. Мы уже все время... За любовь! Спасибо вам. За любовь! За любовь! За любовь! Один за всех, а все за одного. Пойдем, пойдем. Один за всех. Мы сейчас идем, кстати, не по проезжей части, а просто по бульварам. Имеем право это делать абсолютно мирно. Здесь куча журналистов, куча съемок. И видно, что никаких провокаций страны протестующих нет и быть не может. Мы самые мирные люди, которые переходят дорогу на зеленый свет. Ну, то есть, господи, мы москвичи, которые имеют право ходить и выражать свои политические требования, свой протест на улицах центра Москвы. Поэтому сейчас это и делаем. И совершенно правильно, что полиция сейчас не задерживает нас, потому что... Ну, а какого хрена она вообще нас должна задерживать сейчас? Что я такого делаю сейчас, что полиция меня должна задерживать? Да ничего. Как ты себя сейчас чувствуешь? Некоторое время назад ты прекратила голодовку. Как сейчас со здоровьем? Ну, я до сих пор не до конца отошла. И я до сих пор не все могу есть далеко. Я вот, когда врач не видит, я считаю, что можно. Ну, вот, если есть какой кусочек шоколадки, но это, конечно, у меня потом начинает болеть живот. Поэтому чувств... Я на голодовке работала и сейчас продолжаю работать. И буду работать в любом состоянии. И мне кажется, даже из гроба. Потому что я их всех ненавижу. Я считаю, что они враги нашей страны. Они не допускают нас на выборы. Людей, которые выходят на улицу, они задерживают. Они рассказывают о каких-то, так называемых, массовых беспорядках. Они постоянно делают какие-то свои провокации. Они сегодня пришли к бабушке Егора Жукова. Так какого хрена? Я с этим мириться не собираюсь. Я собираюсь бороться. И за Егора Жукова, и за Алексея Миняла, который сейчас мой тренер-сборщик находится в СИЗО. За Денила Конана, за других ребят, которые сейчас находятся под незаконными арестами. Хотя всем очевидно, что никаких массовых беспорядков 27 июля не было. В деле есть какие-то бумажки, в которых написано, что делал жест на право. Ну и что, что он делает жест на право? Массовые беспорядки – это тяжкая статья, по которой только за участие предусмотрено 8 лет. За организацию до 15. Очевидно, может быть, тяжкая статья должна применяться людям, которые особо опасны. Денил Конан опасен? Нет. Алексей Миняла опасен? Нет. Егор Жуков опасен? Нет. Они должны быть сейчас на свободе. И в том числе за них я сейчас вышла. И за москвичей, которые не могут добиться справедливости на этих выборах. Какого хрена Юлию Галямину держали месяц под арестом? Какого лешего сейчас пятый арест дали Илья Яшину? Ему дали этот арест для того, чтобы он им участвовал в этих выборах, им дал свою общественную кампанию против «Единой России», против Валерии Косомары, которая здесь ходит на дождь и рассказывает, что мне особо неинтересно общаться. Ну извините, я москвичка, я тоже голосую. Вы мои политические права должны отстаивать в Московской городской думе. Так вы даже сейчас мне заранее плюете в лицо и говорите, что я не то, что ваши права не буду отстаивать, я даже с вами разговаривать не буду. Так какого лешего они вообще это творят? Они ничего не боятся и считают, что им ничего за это не будет. Нет, им будет. Нет, москвичи будут спрашивать, задавать вопросы и выражать свой протест. Я еще раз хочу призвать всех, участвовать в стратегии умного голосования, регистрироваться на сайте, приходить 8 сентября на выборы, голосовать за самого сильного кандидата, который может победить «Единую Россию». Потому что иначе, ну вот любые там порчи бюллетеней, неприход на выборы, это значит автоматическая победа кандидата от партии власти, которая сейчас мимикрирует под самым движетом, на самом деле войдет во фракцию «Едина Россия». Самара, конечно, войдет во фракцию «Единую Россию», если она пройдет туда. Куда она денется? Она сейчас действует... И поэтому сейчас, конечно, нужно участвовать в этой стратегии, показать, что все эти протесты, все эти люди, которые выходили каждые выходные в Москве, они боролись не зря. Распускай! Распускай! Распускай!